Эти кадры были сделаны на выезде из города Оксая. Место происшествия цеплено полицейскими, за ограждением работают сотрудники следственно-оперативной группы. Несколькими часами ранее на этом месте завязалась перестрелка между полицейскими и бандитами. Сотрудники вне ведомственной охраны, проезжая мимо лесополосы, заметили свет ручных фонариков. Правоохранители остановились, чтобы выяснить, в чём тут дело. В лесополосе стоял скутер, возле него находились два человека. Сотрудники приблизились, но по ним был открыт огонь из огнестрельного оружия. Старший полицейский группы задержания Иван Шаховой погиб на месте. Его напарник Алексей Лагада был ранен в правую руку, но смог открыть ответный огонь и вызвать подкрепление. Я сделал рывок влево. Обратил внимание на напарника, который меня прикрывал справа. Чуть по углу. Чтобы не находиться на рубеже огня одного. После чего он открыл ответный огонь. Я так как пистолет у меня выпал из рук. Ушёл с линии огня, запросил помощи и открыл ответный огонь. Приехала помощь. В ходе перестрелки один из нападавших был убит, другой ранен. Через некоторое время оперативники задержали ещё двоих членов преступной группы. Сейчас представители правоохранительных органов говорят о многоэпизодности и чрезвычайной жестокости этой банды. При задержании в автомобиле были найдены достаточные доказательства причастности данных лиц к совершению ряда резонансных преступлений, о которых вам хорошо известно. Мы теперь чётко знаем, что эта банда сформирована давно и преступления совершали на территории не только в нашей области, но и в других регионах. Ни местные они, ни ростовчане. И работали на протяжении до 10 лет. Алексей Лагода был ранен в правую руку. Пуля прошла на вылет. Сейчас он находится в центральной городской больнице города Оксая, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Со словами благодарности за образцовое исполнение служебного долга к раненому полицейскому обратился начальник Донского главка МВД Андрей Ларионов. Вы такой подвиг совершили сегодня. Главное, сам, чтобы выжил. Если бы ещё кунж живой остался. Но это горе, оно общее горе. Это общее горе, но горе равное победе. Спасибо тебе огромное. Также главный полицейский Ростовской области и председатель общественного совета навестили мать, жену и маленькую дочку погибшего Ивана Шахового. Это серия убийств. На этих выродков знаете сколько трупов? Скажите, я потом узнаю, кто это сделал. Вы уже знаете. Они задержаны. Мы поймали преступления раскрытые, меры раскрытые, и благодаря работе вашего сына. Он его вашего сына благодарит. Всё же. Эта точка здесь поставлена. Сейчас разберёмся. Ваш сын всё сделал. Погибший при исполнении служебного долга Иван Шаховой родился и вырос в городе Оксай Ростовской области. В 2002 году окончил профессиональное училище. В том же году ушёл служить в армию. В сентябре 2007 года поступил на службу в органы внутренних дел. Сначала был стажёром, потом милиционером группы задержания отдела вневедомственной охраны при ОВД по Оксайскому району Ростовской области. С апреля 2010 года состоял в должности старшего группы задержания того же отдела. За время службы поощрялся 11 раз. Всегда слаженно действовал со всеми. Ни с кем не ссорился. Доброжелательный был человек. Очень всегда улыбался. Шутил. В общем, был очень хорошим человеком и сотрудником. Ивану было всего 29 лет. У него осталась жена и маленькая дочь. Старший сержант полиции Иван Шаховой будет представлен государственной награде. Посмертно. Продолжение следует...